Привет, друзья, с вами Ваймс, и это вновь Ваганте. И, скорее всего, это последнее видео по этой игре, по крайней мере, на какое-то время. Ну или более вероятно, что навсегда, потому что мне как-то оно в итоге не то, чтобы прямо особенно нравится. Я не могу сказать, что с игрой прямо что-то не так, что-то в ней плохо или что-то подобное, просто мне не особенно нравится геймплей. И не особенно хочется играть больше. Но все же мага я протестить хочу, так что поехали разбираться, как он работает. Ну и, может быть, мне понравится играть магом, и я все-таки продолжу это прохождение. Или, может быть, я думаю, еще вот что я хочу сделать. После этого видео я, наверное, немножко поиграю сам, не на стриме. Не на стриме. Я и так не на стриме играю, не на видео. И посмотрю, может быть, я там разберусь получше в игре, и она мне начнет больше нравиться или что-нибудь такое. Ау. Но пока что... Не знаю. В общем, вполне возможно, что это последнее видео по этой игре. Но все же это не повод. Ау. Я не хотел стрелять, но ладно. Я хотел просто ударить. Это не повод сейчас играть плохо там или еще что-нибудь такое делать. Ау. Потому что мага я все-таки потестить хочу. Окей. Что у меня вообще сначала было? У меня есть какой-то спел. А, молния. Да. Какая-то роба. И какой-то жезл. Посох. Род. Который заряжается от ударов. И тратит заряды, чтобы стрелять. Не очень хорошо стрелять, но стрелять. Ну ладно. Ау. Ловушка. Ау. Как-то быстро. И как-то дамагово. Ну, допустим. Мм. Это его на какое-то время станет? Иногда. Иногда. Окей. Ну, магам, очевидно, магия слегка помогает. Естественно. Но при этом Род тоже довольно неплохое оружие. По крайней мере, когда у него достаточно урона. Сейчас у него недостаточно урона. Так что, наверное, все-таки стоит больше применять магию и меньше применять Род. Окей. Топор. Это явно не очень хорошее оружие для мага. Давайте посмотрим, что я нашел. Плюс сила минус Декса. Отравляет врагов. Спирит Эмиттер. Ядовитый топор. Так, как было закрыть? Старт был закрыт. Теперь Эмиттер, это, по-моему, когда я попадаю по противнику. Он что-то там кастует. Или что-то с ним происходит. И свитки. Опознание. Карта. Антипроклятие. Ясно. Справа магазин. Вниз я попасть не могу никак. Мимо босса. Ну, поехали попробуем что-то сделать с боссом. Я могу эту хрень задамажить? Нет. Не могу. Я не могу эту хрень задамажить. Ну ладно. Или может быть... Не, может я, конечно, могу этот сундук открыть. Не сагрив босса. Нет. Но с другой стороны он, по-моему, не может сюда запрыгнуть. Нет, может, может, может. Окей. Место неудобное. Хотя, если он упадет вниз, то там, может быть, место более удобное. Еще два свитка антипроклятия. Да, не уворачивайся от меня. Вау. Он... Что с ним произошло? Почему он сначала упал, встал, потом снова упал? Ладно. Книга призывает духов и замораживающая аура. К сожалению, у меня нет денег, чтобы это все купить. Также, к сожалению, внизу полная хрень происходит. Ну ладно. Я могу их так немножко чизить. Немножко чизить. Нет. Окей, пойду сюда. По-моему, боссы игнорили шипы, правильно? Может, я ошибаюсь. Также у меня 9 хп, так что это, скорее всего, уже закончившийся ран. Как отменить? Никак. А, не, вроде да. Можно было. Кнопка смены оружия. Да, это закончившийся ран, потому что я забежал в ловушку. Которую я до этого видел, но потом я забыл, что она там есть. Ладно. Может быть, второй ран будет более удачным. Плюс один уровень или 4 от хила. Наверное, плюс один уровень может быть более хорошим вариантом. Потому что я могу сразу вложить его в какую-нибудь магию. Надо посмотреть, что вообще делают уровни у этого персонажа. Потому что там они разные немножко. А-а-а. Интересная стартовая комната. Алхимия. Я знаю, что делают поушены. Дальше я могу смешивать поушены в новый и... Более сильные эффекты и... Двойной эффект. Ну или... Или два раза использовать. То есть, в смысле, использую, что оно остается. Или двойной эффект. Не уверен. Все, кастер. Кулдауны меньше. Шанс нанести критический урон. Каст нельзя прервать. И... Можно полностью нормально двигаться, пока кастуешь. Окей. Энчант. Применяет силу заклинания на кастера. Хм. Интересно. И жезл. Перезаряжается быстрее. Наносит больше урона. Заряжается от спел дамага. Автокаст, если попадаешь по противнику атакой. И автокаст текущего спела. При использовании жезла. Окей. Окей. Я думаю, я хочу попробовать энчант. Аааа, да. Так. То есть, я заряжаю спел. И использую... Р2. И теперь я электризован. Окей. Айсбол. У которого 21 заряд. Отличная комната стартовая. Ну и что делает то, что я электризован? Если бы я мог разворачиваться, пока я заряжаю атаку. Было бы намного удобнее. Ладно. Ау. Ааа, стоп. Это что такое? Ледяная нова. Какие у меня еще спелы есть? Нет, только ледяное новое электрокопье. И айсбол, который я получил. Что если я его пытаюсь зарядить? Теперь вокруг меня ледяной эффект. Который тоже, может быть, что-то делает. Ну не знаю. Также дракон. Так что этот ран тоже не уйдет с первого уровня. Ура. Цветок опознания. В магазине мне явно нечего делать с текущими деньгами. Окей. Ау. Почему обязательно топор? Я маг или дровосек какой-нибудь? Зачем мне топор? Так же, почему слишком много... Почему настолько много врагов вокруг дракона? Он босс. Зачем вокруг него вообще враги? Ну. Да. И оно крашнулось от этого. Окей. Отлично. Но это было не очень хорошо. Попробуем еще раз. Обея соживай. Да. Обея сожил. Да. Хотя если догореть во время каста заклинаний, игра крашится, видимо. Ну или что-то типа того. Ладно. Энчант выглядит пока что довольно бесполезно. Так что я попробую что-нибудь другое. Из левелапов. А, и что-нибудь другое. Это, наверное, спел... Нет, спелкастер не очень помогает. Все не очень помогает, на самом деле. Допустим, интеллект. И да, у меня есть тайс нова. Это не та кнопка. Это та кнопка. Ау. Но Ай снова очень ненадолго замораживает врагов. Но, с другой стороны, она хорошая ПВО. Окей. Золотой свиток. Опознание. С котлом я не знаю, что делать. Наверное, в него можно кидать что-нибудь. Но у меня нет этого чего-нибудь. Запрыгнешь сюда? Нет. Не уверен, к кому из них я обращался, но ни один из них не смог. Так что все окей. Если бы кто-то смог, я бы ему сказал, не ты. Так что тоже все окей. Прыгай. Нет, не настолько высоко прыгай. Бандиты прыгают слишком высоко. Это подло. Кольцо. Проклято. Я не могу его снять. Но оно дает поездный резист, так что это не так же плохо. Не уверен. Не уверен. Окей. Стрелы не очень нужны. Пока что опознание не очень нужно пока что. Оно нужно было там две минуты назад. Славим, как насчет на шипы упасть? Ау. Здорово тоже надо было. Зеленый свиток. Я могу опознать. Антипроклятие. Да, отлично. И сундук, который я не могу открыть, потому что это боссовский сундук. Логично. А вот и сам босс. Ну. Тут есть... Нет, тут были шипы только что. Ясно. Мальчик, мне сал. Ау. Ау. Окей, ну здесь хотя бы очень удобная комната для этого босса. Можно ли его изморозить? Можно. Ау. Окей. Но надо уворачиваться от него. Ау. Надо реально уворачиваться от него. Готово. Довольно легко в таком месте его убить. Ау. Но я криворукий. Так что я потерял почти все хп при этом. Но зато я получил... Дофига всего. Ну. Мальчик Миссел стоит прочитать. Сапоги Декс и Дефенс. Бутылка. Минус один Вит и... Минус один Вит и почему нет? У меня ноль хп и я какой-то очень быстрый. Ааа. Что? Ясно. Сапоги суперскорости. Но я открою новый класс. Ааа. Возможно это хорошо, потому что маг мне не очень нравится пока что. Так что давайте посмотрим новый класс. Вайлдлинг. Индикаль. Ног. Посмотрим что он умеет. Он умеет бить всех руками. У него нет абсолютно ни хрена. Так. Лучше станет кулаками. Менять направление атаки. Можно держать, чтобы сделать какую-то комбу. Ну, ясно. Берсерк. Получать меньше урона. В общем, спам атаки активирует берсертиство. Получать меньше урона, пока ты берсертиришь. Наверное. Лайфстил. Каждый убитый враг увеличивает силу. И усиливает эффект берсерка. Животное. Можно орать. Можно падать. Можно бегать быстро. Наверное. Что-то типа того. Я думаю, берсертирство это то, что нужно открыть. Ну, посмотрим. Скиллов нет, ничего нет. Интересный класс. Плюс один виты. Хороший старт. Огненная колонна. Почему дикарь может выучить магию? Я не знаю. Но так же он может стать красным. И бить быстрее. Ну, или не быстрее, а сильнее. Вроде сильнее. Хотя не сильно. Ловить колонну. Наверное, столб в таком случае более правильное слово. Но неважно. Ау. Интересно, у какого-нибудь класса есть перк, чтобы дамажить врагов, прыгая на них? У класса Марио? Перчатка. Сильнее кидать. Антипроклятие. Скорость. Вроде скорость. Я могу курицу засунуть в Железную Деву? Нет, но я могу ее кинуть. Кинуть так, что ее просто в плочья. Отлично. Так же я, оказывается, могу подбирать трупы. А, нет. Лестницы, почему вы не платформы? А, черт, труп я не могу подобрать. Окей. Не падай. Изи. Окей, этот класс мне нравится. И перчатка на безумное кидание трупов мне тоже нравится. Ау. Что ты продаешь? Сумон монстров? Нет. Что я маг какой-нибудь? Ну да, я маг какой-нибудь. У меня есть флэмпилор. Так, что за Б на карте? Железная Дева, возможно, там где-то? Не, вроде она ниже и правее. Это выход. А где сокровище? Или бы это как раз сокровище? Я что-то не помню. Идите нафиг все. Топор. Но зачем мне топор, если я могу всех кулаком избивать? Так же я бы хотел все-таки выбраться отсюда. Да. Это вроде как-то повышает мои статы. Три, четыре, шесть, четыре, один. Четыре, четыре, шесть, четыре, один. Ну и минус куча хп. Лук. Кому нужен лук, если есть кулаки? А, это котел. О, нет, это не дамажит. Как так? Кидание трупа не дамажит. Нет, я разочарован в этом классе. А труп в котел можно кинуть? Нет. Так что там за... А, это старт. Б. Почему Б? Не понимаю. Так, что у меня за вещи? Топор минус декса, пофиг. Лук, светящийся стрелой, плюс декса. Магия, пофиг. Бутылка. Минус один, удачи. Черт. Ну ладно. Зато уровень пройден. Слабенький отхил. Я могу туда выкинуть... Нет. Нет. Только книжки. Ну, получать меньше урона, когда Берсерк. И на следующем левелапе... Взять... Как оно называется? Лайфстил. И все будет вообще круто. Зачем это место? Кроме как, чтобы умереть? Не уверен. Окей. Это подло прямо перед дверью быть. Это подло прямо на меня падать. Тупой слайм. Ладно. Я могу и так. Я могу и так. У меня есть лук со светящимися стрелами, но у меня нет стрел. Это немножко проблема. Ау. Сейчас сраные слаймы. Окей. Деревянный шлем. Плюс интеллект. Не помогает. А, черт. Это антипроклятие. Есть тут труп Бэтмена. Есть тут труп Бэтмена. Отлично. Еще антипроклятие. Дракон наверху. Убить дракона кулаком. Это хороший план, наверное. Не уверен. Не уверен, что сработает, но будет весело. Амулет. Виталис, фаер резист и освещение. Регенерация. Вообще круто. Может и получится дракона убить. Серьезно? Окей. По-моему, это не то, как стрелы работают. Ау. Слайм, прыгай. Прыгай сюда. Да. Идеально. Отлично. И это книга Дэша. Который я никогда не буду использовать, скорее всего. Так, ну это дракон, но он в интересном месте. Черт. И это всего 20 дамага ему наносит. Сколько у него всего хп? Ну, больше, чем 80. Нет, больше, чем 60. Я 3 метра попал. 65. Или около того. Ясно? Я думаю, что мне не стоит двигать нижний блок. Это плохо для меня закончится. Вообще, лучше сдвинуть верхний и успокоиться. Так же, я думаю, что это святилище волка. Оно есть цветки. Если оно... Если оно... Жазовое? Да. Нет, нет. Если оно поушины? Вообще нет. Упс. А стрела что? Если оно книги? Возможно, я что-то не понимаю. Один цветок? Нет, теперь оно вообще ничего не ест. Ясно. Не знаю. Торговец. Сапоги на плюс один скорости. Но нельзя плавать. Кольцо на вражеские хиллсбары, скорость, интеллект и удачу. Думаю, стоит взять. Куча статов и хиллсбары. Полезно. Это какой-то трешевый жазел. Это... Цветок карты. Он не очень полезен, потому что я и так вижу. Сквозь стены. Окей. Ну, это было немного опасно. Но немного. Еще свиток. Опознание. Ладно. Это выглядит как пока что лучший ран. Так, это нужно было... Да, ударить. Теперь ее отнести на выход. Вроде так работало. Окей. Неплохой отхил. Плюс еще неплохой отхил от костра. А я могу выкинуть книжку и получить еще отхил. Слабенький. Я могу взять третий поинт берсерка. Теперь у меня есть лайфстил. Когда я берсерк. Посмотрим, насколько оно мне поможет. На следующей карте. Тут сразу босс-червь. Как-то незаметно. Я изредка восстанавливаю себе один хп. Может, ты не будешь меня отравлять? Ну ладно. Я могу немножко похилить с этим. Один хп. Совсем немножко. Два тоже. Двенадцать. Да, окей. Это лучше. Ну не знаю. Я ожидал немножко больше от берсерка. Хотя бы там хп за удар. Или хп за убийство. Наковальня. Стоп, я не открыл. Блин, я не открыл сундук на прошлом уровне. Ну ладно. Но наковальню мне нечего особо выкидывать. То есть как? Я могу выкинуть топор. Я могу выкинуть лук. Я могу выкинуть два жезла. Серьезно? Ну это вряд ли поможет. Капюшон. Лайтинг резист. Вместо интеллекта. Довольно адекватно. Я применю карту, потому что она у меня не открыта здесь. Что ты продаешь? Жезл и... Поушен, понижающий виталити. И прыжки дабл джампа. Плюс один вид и плюс два скорости. Плюс один поизон резиста. Это круто, но 102 у меня нет. Зачем может понадобиться свиток, который понижает мои статы? Кроме как сжечь его ради хп... Серьезно? Я не могу туда запрыгнуть? Да. Кроме как сжечь его для лечения на костре. Прыгайте, а не дэшитесь. Да, примерно так. Примерно так. Еще один свиток карты. Мэджик миссил. Бэтмены. Ноль отхилы за все это. Зато перчатки. Мои что дают? Коуд резист кидать далеко. Коуд резист захватывать стены. Это полезнее. Серьезно с вами? Ну, не знаю. Окей. Пока, чувак. Пока, чувак. Пока, чувак. Куча всего. И роба. И вниз я не хочу. Окей. Книжку выкинуть. Жезл. Пофиг. Бутылка плюс интеллект. Роба. Минус коуд резист, но монеты хилят. Окей. Эликсир минус декса. Пофиг на самом деле. Защита от камней здесь еще. А там дыхание под водой. Ок. Пойду отсюда. Пойду отсюда. Мы увидим четвертый уровень. Сжечь книгу. Сжечь один свиток. Два хп. Окей. А ну того не стоило. Левел. Увеличение силы за каждого врага. Навсегда? Навсегда? Если навсегда, то это полное читерство. Но учитывая, что там лайфхилл раз в миллион лет по одному хп и все такое. Скорее всего не навсегда, пока берсерк работает. Но зато лес. Карту стоит сразу применить, наверное. Не. Серьезно? Я не могу ничего с этими делать, кроме как атаковать. И получать кучу урона. Что у меня силы сейчас? Четыре все еще. Дексалайдинг резист. Замедляет врагов. Замораживающая аура. Но нет. У меня нет денег. Столько. Ну и что с этой фигней делать? То есть я могу здесь залезть? Но это не сильно помогает. У меня есть лук. Наверное. Которым я четыре часа буду ее расстреливать. Окей. Нет. Тогда как туда? кроме как тройным или каким-нибудь там таким прыжком было что-то что монет хилит правильно офигеть вроде лучники удачи ему в этом серьезно ну да монеты очень редко селит по одному хп не знаю чего еще я ждал ну это шлем скорость дефенс поезда резист мир неплохо defense помогает а что будет если к стану ничего хорошего она на моей висотек остается ну ладно лес непонятно как проходить альтернативная музыка и бэкграунд сильный насколько сильный плюс два силы минус два интеллект думаю да и думаю дикар мне нравится больше всех остальных окей вообще пока что основные вещи которые мне не нравятся это то насколько здесь все темно что в принципе исправляется каким-нибудь кольцом света или еще чем-то но если его нет то темно и хреново может быть было бы лучше если бы игра начиналась в лесу который вроде как посветлее это первая вещь первая причина по которой мне не нравится эта игра вторая это боевка и тот факт что она вообще никак не работает если враги выше или ниже меня и при этом все враги прыгают то есть они очень часто выше или ниже меня если бы это все было лучше то возможно мне нравилось бы намного больше все ну а что поделать как бы хотя бы если бы враги проходили сквозь меня они стояли у меня на голове все было бы значительно адекватнее потому что когда они стоят у меня на голове ничего не могу сделать они мне в большинстве случаев тоже если это не летающая хрень типа вот это вот и в итоге это все просто бесит и ничего не делает и выглядит невероятно тупо а почему чувак упал на шпы но не умер почему я упал на шпы но умер не ну это это нормально но почему чувак до этого на них упал и не умер не уверен окей ледяной шар я смогу поселиться это хорошо ну и также у меня куча совсем мелких претензий типа того что лестницы не имеют платформы наверху типа того что управление не интуитивное совершенно еще и график так себя но это все мелочи к этому можно привыкнуть держи книжку нет нет потому что с врагами которые летают или которые просто там надо мной потому что они на этаж выше заспаунились я вообще ничего не могу сделать к этому привыкнуть сложно но что даже милишное оружие оно по большей части бьет вперед всякие мечи кинжалы и все подобное так что с летающими врагами даже мечом справиться не получается кулаки то ладно они кулаки они не должны как бы в теории топоры вроде бьют вверх то есть целый один тип оружия умеет дамажить летающих врагов ау ты падать не собираешься нет ты собираешься дышать нон стопом так же ты собираешься дышать как только ты взлетаешь и не давать мне никакого предупреждения ну ладно удачи тебе в этом наверху вроде был сундук нет нет наверху был а нет справа может быть да справа алтарь и сундук длинный лук траектории выстрелов это хорошо плюс интеллект плюс удача это тоже хорошо шапку плюс интеллект плюс poison resist минус вита плюс вита окей опознание карта классная теперь музыка в этой локации я могу что за фигня вокруг меня возникает могу это скинуть туда теперь продвигать это дальше каким-то образом видимо прыжком а огненная аура огненный жезл ясно ясно не буду стоять там а то стрела опять упадет и задамажит меня да помимо летающих врагов вода невероятно кривая из нее хрен выпрыгнешь приходится там не знаю 20 раз нажимать прыжок ну ладно даггер может быть он дамаговее чем руки с другой стороны руки я могу прокачать хэви хит отталкивает станет да зеленый свиток энчант было бы хорошо если бы я его не потратил на себя чарф естественно папишон плюс поездный резист болтер протекшн огненная аура наверное покруче чем защита от камней которые с потолка падают серьезно отлично ну видимо из-за того что у меня поездный резист оно меня не дамажит аааа ну теперь у меня минус поездный резист счастье поездный уже прошел надо сравнить урон каким то образом ммм могу я это ударить нет то есть могу но это не наносит урон ммм 6 4 5 то есть кинжал дамагове окей зачем что-то пытаться делать с боссом если можно просто затанковать его и остаться одним хп и умереть от моли ну ладно я даже ничего не открыл но логично ну в общем да наверное на этом закончу и наверное это последнее видео по ваганта так что я надеюсь вам понравилось это мини прохождение наверное как так спасибо за просмотр с вами был ваймс пока да вот так